МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К чему необходим компетентный комментарий? Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Очередной шаг в вопросах интеграции белорусской атомной электростанции в общую теплосистему. В Бресте состоялось торжественное открытие установки электрокотла на восточной районной котельной номер 2 филиала Брестской тепловой сети республиканского унитарного предприятия «Брест Энерго». Беларусь чествует аграриев. 15 ноября – профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне праздника корреспонденты БУК-ТВ побывали в открытом акционерном обществе «За мир» и убедились в качестве и продуктивности работы ведущего хозяйства Брестского района. Прошлое, настоящее и будущее МАЦЭФ с еврейского кладбища. Их нужно сохранить. Это послужило толчком для решительных действий волонтеров из Международной студенческой организации «Гелель», которые привели в порядок реликвий. Об этом и не только мы будем говорить прямо сейчас. Очередной шаг в вопросах интеграции белорусской атомной электростанции в общую теплосистему реализован в Бресте. Накануне в торжественной обстановке в областном центре состоялось открытие установки электрокотла на восточной районной котельной номер 2 филиала «Брестские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго». Это один из 20 комплексов, предусмотренных к внедрению в стране на ближайшее время. Участие в мероприятии приняли представители вертикали власти области и города, а также министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Все подробности в первом материале выпуска. Торжественное открытие установки электрокотла на восточной районной котельной номер 2 филиала «Брестские тепловые сети» – это еще один шаг к переходу страны на новую экономику. Именно поэтому к событию было приковано такое особое внимание. Обращаясь к присутствующим, губернатор региона Анатолий Лис отметил, что Брест получил достойный обновленный комплекс. С учетом того, что впервые котельную запустили в 1971 году, объект нуждался в реновации. Тем более, что с той поры энергопотребности микрорайона существенно увеличились. «Она будет обогревать 175 домов, 10 детских дошкольных учреждений, 4 школы, лицеи. Вся инфраструктура, которая вот здесь прилегает к этому микрорайону, значит, будет обогреваться именно вот от этого нашего хорошего объекта. Поэтому я рад, что такой объект есть в нашем городе. Значит, такие же построены в Южном микрорайоне, также города Бреста, в Пинске построены. Я думаю, что и в других городах у нас будут развиваться такие же направления использования электрической энергии». Руководитель области поблагодарил специалистов тепловых сетей и строителей за оперативную работу. Заслуженные грамоты и благодарности Анатолий Лис вручил самым активным представителям трудового коллектива. Установка электрокотлов на источниках РУП Брестэнерго реализована в рамках выполнения комплексного плана развития энергетической сферы до 2025 года. Ввод электрокотлов позволит снизить потребление природного газа, уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. «Это новый стандарт содержания энергетического объекта. Я надеюсь, вы в этом убедитесь сегодня. Мы будем и дальше реализовывать такие красивые объекты, несмотря на то, что они строятся, вернее, не строятся с нуля. Ну и второй важный момент, который сегодня переживает коллектив Брестэнерго – это энергетический толчок развития инженерной мысли. Сегодня, включая новые проекты в действующее оборудование, люди, эксплуатирующие ее, получают новые стандарты, как нужно работать с оборудованием, какие эффективные процессы нужно налаживать». От торжественных слов к делу, к осмотру. Расположение обновленного комплекса определило его особую роль в функционировании района. Среди потребителей энергии как жилой фонд, так и крупные социальные, спортивные, культурные объекты. Стадион «Юность», торговый центр «Экватор», областной дворец культуры и профсоюзов, государственное предприятие, ремпуть, белорусской железной дороги. «Мы видим современные объекты, где будут использоваться электрические энергии вместо природного газа для производства тепла, для обеспечения теплоснабжения, определенной зоной теплоснабжения города Бреста. Это, во-первых, повышение энергетической безопасности Республики Беларусь, так как это идет диверификация топливно-энергетических ресурсов. Второе – это снижение парниковых газов, выброса парниковых газов в атмосферу, это положительное влияние на климат именно в регионе в целом. Но и таких объектов в целом у нас по стране к концу года будет 20. Общая установленная мощность будет 916 мегаватт. Это позволит в целом обеспечить потребление электрической энергии в районе 1,7 миллиардов килочасов, или практически это 10% всей электрической энергии, которая будет вырабатываться атомной электростанции после ввода ее в эксплуатацию». Всего на данный момент в Брестской области планируется установить четыре таких котла, три из которых – восточная районная котельная номер 2, южная районная котельная и западная мини-ТЭЦ в Пинске уже введены в эксплуатацию. Строительство очередного объекта будет осуществлено на Березовской ГРЭС. В третье воскресенье ноября в Беларуси свой профессиональный праздник традиционно отмечают те, кто работает в сельском хозяйстве и на предприятиях, перерабатывающей промышленности. Для нашей страны этот праздник стоит в одном ряду с главными государственными датами, поскольку хлеборобы, аграрии, работники перерабатывающей промышленности являются в буквальном смысле кузнецами экономической безопасности Беларуси, обеспечивая продовольствием не только внутренней, но и внешней рынки. В преддверии значимой даты наша съемочная группа побывала на предприятии, которое занимает ведущие позиции в сельскохозяйственном комплексе Брестского района. Корреспондентов гостеприимно встречало открытое акционерное общество «За мир», которое находится в агрогородке Страдич. Агрогородок Страдич – одно из самых красивых мест Брестского района. Зеленый, ухоженный, благоустроенный уголок, в котором проживает более полутора тысяч людей. Трудолюбивых, ответственных, любящих свою землю, которая работает в открытом акционерном обществе «За мир». Сложно поверить, что еще несколько лет назад хозяйство было в списке убыточных. Все изменилось, когда руководителем стал Василий Ковалевский, опытный и крепкий хозяйственник. На сегодняшний день, накануне Дня работника сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, можно подвести какие-то предварительные итоги работы хозяйства. И они в текущем году очень радуют, как по животноводству, так и по растеневодству. Ну, хочется похвастаться, что в этом году хозяйство заняло лидирующие позиции и явилось победителем районного соревнования по заготовке кормов. Мы заняли первое место. Первое место у нас в районе по валному производству и урожайности рапса. По результатам года, я думаю, превзойдем 8 тысяч удой на корову. Очень хороший результат. В этом году предприятие выполнило и перевыполнило планы по посеву, заготовке и уборке зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Урожайность зерновых составила более 48 центнеров с гектара. А урожайность рапса – более 40 центнеров с гектара. Сейчас идет активная подготовка к зиме. За последние три года на наше хозяйство вошло, можно сказать, передовики. Мы стараемся держать показатели хорошие как по производству молока, так и по производству зерновых культур, рапса, кормов. На данный момент сезон летних работ уже закончился. В основном сейчас мы вывозим органику, вносим удобрения под урожай 2021 года. Молоко производится поднятие азиабии, также под урожай 2021 года. И в основном закрыли химобработку азимых зерновых, азимого рапса, подкормку азимого рапса микроудобрениями. Молоко – основа всего, а потому особое внимание развитию молочного производства. Воловой надой в день приближается к 18 тоннам. Из этого количества почти 17 тонн предназначены на продажу. При этом 100% реализуемого молока приобретает крупнейшее брестское предприятие «Савушкин продукт», известное своим качеством далеко за пределами государства. Поэтому все молоко класса «Экстра» от здоровых животных, содержащихся на специально разработанном рационе питания. Хороших результатов надоев позволяет достигать дисциплина в производстве, количество и качество заготавливаемых кормов. Также понимание коллектива, всего коллектива ОЗАМИР. Ответственность за молодое поголовье животных лежит на хрупких женских плечах. За осмотры, за разработку рациона питания, состояние здоровья и витаминизацию животных отвечает ветеринар. А осуществлять работу по улучшению племенных продуктивных качеств коров, а затем отобрать лучших представителей породы – это дело за техника-селекционера. В данном производственном цеху у нас находятся телята до двухмесячного возраста, которых переводят с родильного отделения. Здесь отдельная выпайка, отдельный рацион на них, где они содержатся до двухмесячного возраста, после чего они уже переводятся в другую группу производственного выращивания. Также здесь производится вакцинация, все различные дополнительные мероприятия по ветеринарной службе. Работникам ветеринарной службы ежедневно производят обход, осмотр и все необходимые мероприятия, которые нужны по ветеринарной службе. В течение года в сельхозработах открытого акционерного общества «Замир» задействовано около ста человек. Коллектив молодой, что нечасто встречается на предприятиях данной отрасли. Здесь высоко ценят вклад в общее дело каждого работника, приветствуется инициатива, работаясь в любую пору года, а зарплата достойная. В целом заслуга есть каждого человека в этом хозяйстве. Очень молодой коллектив у нас в среднем, возраст, наверное, средний возраст от 20 до 35 лет. Каждый вносит свои какие-то коррективы в работу данного предприятия. Каждый хочет помочь чем-то и директору, и другому специалисту. Потому что, как говорится, опыт приходит с годами, и с каждым годом мы понимаем и осознаем, что нужно делать, чтобы быть чуточку лучше. Накануне праздника хочу пожелать, поздравить всех работников сельского хозяйства, перерабатывающих промышленности с наступающим праздником. Пожелать здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия, хороших производственных показателей, достойной заработной платы. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели», мы продолжаем. В 2014 году в городе над Бугом при рытье котлована под супермаркет Мартин строители обнаружили огромное количество еврейских надгробий. Мацевы извлекли из земли и вывезли. Объемы находки были огромны, но и раньше в разных частях Бреста фиксировались эти реликвии, которые складировались в одном из казематов Брестской крепости. Как сохранить их, об этом шли разговоры уже давно. На этой неделе волонтеры из международной студенческой организации «Гелель», которая находится в Минске, приехали в Брест, чтобы привести в порядок сохранившиеся Мацевы. Три дня участники организации активно работали, чтобы в будущем у брещан была возможность не только хранить память о богатой истории города, но и создать лапидарии. История Бреста тесно связана с историей еврейского народа, а трагедия Брестского гетто и по сей день не оставляет равнодушным никого. Также печальная история еврейского кладбища, которое в прошлом веке располагалось именно здесь, на территории стадиона «Локомотив». Его ликвидировали в 50-х годах. Могильные плиты с него долгое время находили брещане в разных частях города. Мацевы, так на иврите звучит слово «надгробие», использовались для мощения дорожек. Впоследствии они были собраны и вывезены на хранение в один из казематов Брестской крепости. Но мацевы – это реликвия, хранить их в казематах не дело. Об этом говорили давно. В этом году вопрос об их дальнейшей судьбе актуализировался. Порядка 30 волонтеров из еврейского студенческого культурного центра «Гелель» приехали в областной центр, чтобы помочь сохранить найденные мацевы. Три дня они старательно очищали и фотографировали надгробие, переводили написанное на плитах, грузили и складывали ценные реликвии. Молодые люди, большая часть из которых студенты, работали слаженно, ответственно подходя к делу. «Мы здесь делаем большое дело, здесь очень много надгробных камней, это называется мацевы на иврите, и то, чем мы здесь занимаемся, мы их разбираем для того, чтобы в дальнейшем в городе Бресте мы смогли построить памятник музея под открытым небом, он называется «Лапидарий». Проект потрясающий, я в нем уже пятый год, я в нем и работаю, и волонтерю, и координирую, занимаюсь разными делами. Для меня это что-то очень важное, потому что этот проект помогает нам вспоминать свои корни, помогает нам сохранять историю, сохранять память». В практике этих молодых людей много добрых дел, которые они делают по зову сердца и с воодушевлением делятся этими историями. «Позапрошлым году, в 2018, когда мы работали, в 2019, наверное, когда мы работали, две женщины приехали на кладбище, они начали спрашивать у нас, что здесь происходит, почему мы убираем, и мы рассказали, что вот мы волонтеры, мы помогаем восстановить кладбище, они разрыдались посреди кладбища, они сказали, что они из Чили, и каждый год приезжают на могилу своих родственников, и они первый раз видят, чтобы там вообще кто-то находился, кроме них, чтобы там что-то происходило, поэтому было очень приятно знать, что это важно, и видеть людей, для которых это важно». Несмотря на то, что большая часть волонтеров Еврейского студенческого культурного центра «Гилель» студенты, есть и те, кто давно в организации. Георгий Родинский стоял у истоков проекта, и вместе с рождением новой инициативы у Георгия родился сын, который не пропускает ни одной встречи. «Мне кажется, что действительно ребята слышат, что вот был Холокост, было ещё что-то, вот есть какие-то неприятные истории, которые происходят вокруг, где-то в других странах, они понимают, что важно не забыть. Для меня моей личной мотивацией, учитывая, что со мной постоянно мой маленький сын является то, чтобы он тоже понимал, что должно быть вот так, а не вот так». Несмотря на тяжёлый труд, ребята охотно взялись за дело. Для них важно сохранить историю своих предков и поделиться ею с другими. Молодые люди бережно складывали ценные реликвии, пытаясь сохранить их целостность. «Ребята молодцы, они супермены. Никто не заставляет работать 24 часа в сутки. Здесь всё по любви, проект волонтёрский. Поэтому, если ты очень долго грузил обломки и ты устал, ты можешь идти, присесть и почитать. Тут же тебя научат основным правилам чтения эпитафии на еврейских надгробиях. И затем ты можешь пойти попить кофе, например. Ребята не злоупотребляют паузами. В первый день даже приходилось насильно кричать перерыв, выгонять их из этого ангара, чтобы они хоть немножко перетохнули, потому что я боялась, что на следующий день мы их просто потеряем. Мы нумеровали надгробия, на которых можно прочитать фамилию, имя и дату смерти. А они не все целые. Там есть фрагменты, но есть фрагменты, на котором чётко видно фамилию, имя и дату смерти. То есть мы нашли этого человека. Эти мацевы мы нумеровали. И таких мацев 310 уже. Я думаю, что за несколько часов их будет, может быть, 320, либо 330. Читая выбитые на мацеве тексты, написанные на иврите, можно узнать историю покоящегося человека, где он жил, чем занимался. Благодаря этим знаниям возможно воссоздать картину прошлого Бреста. Ведь у надгробия с еврейского кладбища долгая история. В 2003 году жители Первого Минского переулка обратились к журналисту Аркадию Бляхеру с вопросом о том, что пешеходные дорожки этого переулка все были уложены надгробными плитами. Сделали очень много фотографий, у нас есть. И тогда это было опубликовано в прессе. И тогда начались переговоры с горосполкомом, которые очень прониклись этой историей. Сказали, что этого быть не должно, неважно, с какого кладбища эти плиты. Горосполком взял на себя всю работу по демонтажу, перевозке плит, по установке новых пешеходных дорожек. А только попросили, чтобы мы нашли место к складированию. И тогда Бляхер обратился к генералу Губаренко, и вот он дал место в Брестской крепости. В 2014 году было найдено еще одно место, где сохранилось огромное количество еврейских надгробий. Его обнаружили строители прорытье котлована под супермаркет «Мартин». Ценные реликвии были извлечены из земли и вывезены в Брестскую крепость. Но остаться там навсегда они не могут, ведь мацева для любого еврея – это память о предках, которую необходимо хранить. А потому у властей областного центра есть задумка создать в городе Лапидарий. В районе локомотива, то есть на месте, где стадион локомотив, где раньше было еврейское кладбище, сегодня есть небольшой кусочек в виде сквера перспективного, где мы можем в форме Лапидария увековечить память о евреях, которые жили в Бресте. И из элементов надгробных плит сделать вот такой мемориальный знак, скульптурную композицию под названием «Лапидарий». Есть уже такой опыт подобных мемориальных знаков и в Польше, и в Европе. И с 2003 года в принципе ведется концептуальное такое проектирование. В прошлом году на градостроительный совет было представлено три варианта концепции Лапидария. Мы рассмотрели все три, брестскими архитекторами были они выполнены, и в принципе все три могут быть реализованы. Когда эти проекты воплотят в жизнь, вопрос времени, ведь до сих пор жители города иногда находят на своих земельных участках или в подвалах Мацевы, а значит в истории сохранения надгроби с еврейского кладбища ставят точку пока рано. Проект «100 идей для Беларуси» уже давно стал молодежным брендом. Каждый год на творческих и научных площадках появляются новые имена. Молодые люди придумывают самые разные бизнес-планы, учатся делать из креативных задумок настоящие серьезные проекты, которые могут получить не только кураторскую поддержку, но и реальное финансирование. Очередной год стал не менее запоминающимся. На городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» было заявлено 15 инициатив. Они были выбраны на районных отборочных турах и теперь поборются за право выйти на очередной рубеж. Что для этих молодых людей становится мотивацией для участия в конкурсе и как они планируют реализовать свои бизнес-идеи узнавали наши корреспонденты. Я хочу помочь именно тем ребятам, которые пишут. Это вот именно литература. Это могут быть как стихи, как тексты для песен, так и какая-то проза, сказки, рассказы. Искреннее желание помочь талантливым ребятам основано на личном опыте. В свои 15 брещанка Дарья Яромич не просто школьница. В копилке девушки уже две электронные книги, вышедшие в свет благодаря издательству «Эксмо». Рукописи в стол долго жили на страницах школьных тетрадей и блокнотов. Реализовать мечту, выпустить собственную книгу, еще и не одну, удалось лишь только в этом году. Как оказалось, непростое это дело. Тут нужно и в жанрах разбираться, и юридические нормы знать. Пройдя весь этот путь, Даша поняла, не каждому творческому школьнику это под силу, поэтому и разработала свою интернет-платформу, где помощь и поддержку сможет получить любой одаренный молодой автор. Нашла очень много ребят, которые тоже как-то с этим связаны, но им было гораздо сложнее, чем мне, потому что меня всегда поддерживали родители, и у меня был уже и опыт в этом, а некоторым ребятам этого всего не хватает, им нужно какое-то напутствие. И вот поэтому я решила создать такую интернет-платформу, где будет вся самая нужная информация, где они смогут найти единомышленников, где будут педагоги в этой сфере им помогать, так, чтобы развивать и белорусскую литературу, потому что очень мало белорусских авторов, и помогать ребятам не закопать свои таланты. Но создать проект – это половина дела. Важно уметь его грамотно презентовать, чтобы заинтересованность появилась и у членов жюри. Городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» стал местом встречи талантливой молодежи. 15 самых интересных разработок посвящены промышленным, строительным и информационным технологиям, рациональному использованию природных ресурсов, энергетике, энергоэффективности, развитию общественных инициатив. Это у нас уже 10-й сезон, 10-й ювелирный сезон данного проекта. Наверное, самая основная, самая главная цель и задача данного проекта, когда она создавалась, это раскрытие потенциала у молодых людей, именно раскрытие их идей, как творческих, как научных. Самое главное в данном проекте – это то, чтобы малый человек стал конкурентоспособным в будущем на рынке труда. То есть это немаловажно сегодня, поэтому сегодня этот проект есть, сегодня он существует. Сегодня он дает такой толчок, движение именно вперед для развития своей идеи, для воплощения ее в жизнь. Я ознакомился с перечнем проектов, которые ребята будут защищать, скажем так, очень много интересных проектов, которые затрагивают очень, на мой взгляд, актуальные темы, которые интересны, наверное, будут всегда касаясь экологии, сейчас, наверное, актуальны пробки, там есть интересные поводы общественного транспорта и так далее. На самом деле очень много интересных проектов, будет очень интересно посмотреть, как ребята все-таки смогут это преподнести, презентовать, защитить и как это, наверное, в реале можно будет реализовать. А тем временем на презентации десятиклассница 13-й школы Елизавета Шульган. Вместе с командой наставников девушка придумала проект, который позволит разнообразить экспозицию школьного музея, посвященного войне в Афганистане. Голограмма, по мнению Елизаветы, это то, что сделает посещение таких учреждений более доступным и интересным для детей и подростков. Мы хотим поставить голограмму в музей войны в Афганистане. И это вызывает больший интерес у посетителей музея, чем просто когда они видят изображение на обычном мониторе компьютера, потому что там они видят как будто бы живое изображение, и особенно для детей это очень интересно. Идеи берутся, скажем, из жизни, жизнь нам подсказывает, плюс нам подсказывает бизнес, много из бизнеса сейчас приходит в образование, ну и конечно киноиндустрия тоже нам подбрасывает интересные идеи, много мы видим в фильмах, поэтому то, что мы сегодня представляем голограммой в музейной педагогике, это подбросило нам телевидение. Навыки публичных выступлений молодые люди демонстрировали во время официальных конкурсных презентаций, но большая предварительная и исследовательская работа была проведена в мастерских и лабораториях. Не один час понадобился второкурснику технического университета Вадиму Шпаку для того, чтобы запрограммировать робота на выполнение необходимых манипуляций. Такая машина будет востребована, например, на конверном производстве или в логистических компаниях. Конкретно в этой ситуации он с помощью камеры ищет брусочки и переносит их, и здесь как бы задача выложить 5G. Мы также делаем у нас в лаборатории такие разные разработки для всяческих заводов, где они там выполняют функции политизации, либо, не знаю, с конверов снимают какой-то товар, какой-то продукт. И это только часть проектов, которые увидели свет в рамках городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Они уже доказали, что на фоне многих других инициатив в районах предложения этих молодых людей имеют место быть. Лучшие стартапы представят город Брест на областном этапе конкурса, а уже после отправятся в столицу, где самым перспективным идеям будет предложена поддержка для реализации. Обязательный масочный режим в Могилеве первом в стране ввели с 5 ноября. Затем маски стали обязательны на Гомельщине, Бобруйске. 12 ноября в столице сделали обязательным ношение масок при посещении всех городских объектов, а также в общественном транспорте, включая такси. Сегодня масочный режим введенный в Бресте. Такие меры являются одним из необходимых, равно как и социальное дистанцирование элементов системы по снижению заболевших в стране людей. Ведь официальная статистика по COVID-19 неутешительна. Вчера в Республике Беларусь было зарегистрировано 111 622 человека с положительным тестом на коронавирус. Как Брещание привыкает к новым реалиям, узнавали наши корреспонденты. Центральная улица города – Советская. Здесь любое время дня – час пик. Плотный трафик людей, которые спешат по делам, постоянный. Правда, людей в маске наша съемочная группа встречала редко. Большая часть горожан либо отказывается от индивидуальных средств защиты вовсе, либо надевает их как странный аксессуар, закрывая только подбородок. Правда, с сегодняшнего дня эта ситуация должна измениться. Введен масочный режим. И прежде всего, эта мера касается людей пожилого возраста. Горисполкомом совместно с областной организацией «Белая Русь» была инициирована акция старшему поколению «Забота и защита». Волонтеры бесплатно раздавали маски. Есть ли ответственность каждого человека, чтобы он носил маски? Естественно. Это я просто сегодня забыла, не думала идти на рынок. Но сейчас закрытое помещение. Спасибо, что вот есть такое. Спасибо. Это очень гроши дело, все-таки немножко защитит. Обязательно маски в кармане. Только собираюсь ехать в машину, садиться, поэтому снял. А так масочку в кармане будем носить. Обязательно, потому что надо беречь общество, себя беречь. Молодежь не очень серьезно относится к этому. Ну вот, старшее поколение-то вроде бы так придерживается в магазинах, в транспорте. А вы сами постоянно носите? Да, я постоянно носила. Самую показательную явку в масках можно наблюдать в поликлиниках Бреста. Здесь несознательных брещан не встретишь, их просто не пропустят. Входы для больных людей и других пациентов разделены. У каждого, кто переступает порог, спрашивает о самочувствии, измеряет температуру. В очередях добросовестно соблюдают дистанцирование. Все эти меры выполняют не просто так. Число больных коронавирусной инфекцией, к сожалению, с каждым днем становится все больше. Мы, в принципе, ожидали эту вторую волну. Это было неизбежно по законам эпидпроцесса. И она пришла. Мы к ней готовились, конечно. Готовили учреждения здравоохранения, наращивали группировку по сотрудникам, по средствам индивидуальной защиты. Когда-то она приходит. Сейчас это случилось. Вторая волна наступила. Вирус переносится каждым по-разному. Однако особенно медики просят защищать себя пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания. Они, как правило, усложняют течение болезни. На помощь самой уязвимой категории людей приходят специалисты территориальных центров. Их горячая линия работает и пользуется популярностью. Оградить пенсионера от ненужных походов в общественные места стало проще. Необходимо лишь оформить заявку по телефону. Территориальный центр. Горячая линия. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Услуга уже востребована. На телефон горячей линии ежедневно поступает около пяти звонков с просьбой в обеспечении продуктами, питанием и лекарствами. Небольшое количество заявок связано с тем, что в этот непростой для всех период люди стали больше помогать друг другу самостоятельно. Работа по горячей линии осуществляется с апреля месяца. И мы уже получили определенный опыт. И если первая суета уже улеглась, то возникли другие обстоятельства, которые оказывают влияние на нашу работу. Весной у нас некоторые отделения закрылись в связи с карантином. И поэтому у нас высвободились сотрудники, которые оказывали массовую помощь по горячей линии. Все сотрудники мотивированы у нас в территориальном центре. И поэтому проблем с тем, что нужно оказать помощь, там одеть перчатки, маску или походить по поликлиникам, аптекам, магазинам, они не боятся. Потому что они знают, что помощь их гораздо важнее. Социальные работники и волонтеры, которые выполняют поручения и доставляют необходимые продукты или лекарства, следят за своим здоровьем. Ведь они несут ответственность не только за себя, но и за пожилых людей. Я всегда дверь открываю, всегда в маске. И я предложила им, пожалуйста, вы одевайте маску, потому что, конечно, не все выходят, но некоторые выходят. И они как бы идут на встречу. Работаем вместе, совместно, так сказать, без проблем. Мы стали более внимательнее относиться к себе, к подопечным, потому что действительно вот этот шквал идет не знаешь откуда. Но, тем не менее, как бы уже вошли в эту колею и работаем. Несмотря на то, что серьезный упор делают на защиту пожилых людей, нельзя забывать о том, что в зоне риска находимся все мы. А потому не стоит обманываться и игнорировать соблюдение масочного режима. Относится это и к уже переболевшим. Безусловно, правила соблюдать должны все. Как переболевшие, так и не переболевшие, да, фиксируются уже случаи повторного заражения. Сейчас мы живем во время и самого функционирования вируса и в стадии его изучения. Поэтому, как бы, мнение, почему люди болеют второй раз, пока еще проводятся исследования. И существует пока две версии. Либо это мы подхватываем новый штамм, либо мы подхватываем тот же штамм с ослабленным иммунитетом. Либо это спящий штамм, который также при ослаблении иммунитета снова становится активен и вызывает заболевание. Поэтому человек, если переболел, у него возникает такое ложное чувство спокойности, защищенности. Хотя это вовсе не так. Уровень антител, он у нас меняется после заболевания. Поэтому те же самые профилактические меры, как ношение масок, соблюдение дистанцирования, соблюдение гигиены, обязательное мытье урок у нас после возвращения улицы, после каких-то прикосновений к предметам. Детей также этому надо учить, потому что чем чище руки, тем меньше шансов встретиться с кем-либо. С другим даже заболеванием, не обязательно с коронавирусной инфекцией. В это непростое время, кроме коронавируса, активизировался и вирус доброты. Помогайте друг другу и помните о том, что только от нашей ответственности и дисциплинированности зависит, как скоро мы сможем дать отпор пандемии. Ирина Кузьмич, Торид Бакунович, Александр Воронин, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». Кузнечное ремесло, без сомнения, одно из самых древних ремесел. А кузнец был один из самых почитаемых мастеров на Руси. Он сильный, как медведь, бьет тяжелым молотом по наковальне и, как из глины, вылепит из железа подкову плуг или меч булатный. Профессия эта дошла и до наших дней. Современные кузнецы куют все, что душа пожелает. Творчество их не знает границ. И в подтверждение этих слов, аллея фонарей в Бресте и различные арт-композиции, которые уютно расположились в нашем городе. А значит, дело старинное не теряет своей славы и загадочности. В кузнице с волшебным названием «Жар птица» и ее талантливыми мастерами встретилась Людмила Логодич в канун их профессионального праздника. Шумно, горячо и в то же время красиво. Смотреть на работу кузнечного мастера можно долго. Есть что-то завораживающее в пламени огня и ударах молота. А сам кузнец Юрий Гридюхин как будто сошел со страниц сказок. Широкоплечий, бородатый, немногословный и очень добрый. Но просто настоящий, былинный богатырь. И профессия у него богатырская. Я учился в ЖД-училище, там был факультет такой. Сейчас не знаю, есть там еще нет. Я после училища, это 98-й год был, зашел, требовались кузнецы. Потом меня забрали в армию. Как раз вот я устроился кузнецам уже, это брест-реставрация. То есть вы изначально и выбирали профессию кузнеца, правильно? А почему? Что вас привлекло в ней? Металл, искры, еще красиво. Жар от раскаленной до тысячи градусов печи. Постоянный шум от гулких, ритмичных ударов молота. Тяжелым трудом добывается хлеб современного мастера кузнечного дела. Так или иначе, здесь работают настоящие мужчины, которые не боятся физических нагрузок, а трудности их только закаляют. Хотя в последнее время все чаще используется пневматический молот, есть работа, которую можно выполнить только при помощи тяжелого, ручного. Килограмм, может чуть больше. Этот грамм 700. Тут килограмма 2, может 2,5. Как-то ни разу не взвешивал, не интересовался. Молот наковальню выбрал орудиями своей работы и Александр Чумаков, который вот уже 25 лет посвятил кузнечному делу. Хотя правильнее будет сказать, что в этом случае именно профессия выбрала мастера. Офицер военно-морского флота в прошлом он и сам не заметил, как увлекся художественной ковкой. Креативного и неординарного Александра неудержимо влекло желание творить, делать что-то своими руками, нечто красивое, создавать из заготовок настоящее произведение искусства. Красота, на мой взгляд, всегда спасает мир, всегда во всех отношениях, в быту, в жизни общественной, на работе, в личной семье, везде красота спасает мир. Вот мы по ней силой возможности пытаемся творить красоту. Когда делаешь что-то с душой, это видят и другие люди. Может поэтому Александру Чумакову доверили выполнение ответственного экологического проекта. Мы создаем экологическую тропу «Чистая вода». Там можно будет остановиться, это на базе Петровичского лесничества. Можно будет пройтись по смешанному красивому лесу, прочитать на стендах о флоре, фауне Белоруссии, в частности Брестского района. И посмотреть, насладиться, я надеюсь, насладиться теми изделиями, которые там будут размещены. Это будут арт-объекты, где-то полтора десятка арт-объектов на растительную и животную тему. Должно быть интересно. Интересные и самобытные работы мастеров кузнечного дела окружают нас в повседневной жизни и украшают ее. Чего стоит одна только Брестская аллея фонарей по улице Гуголя. Над ее созданием трудились многие брестские умельцы, а одна треть работ создана руками героев нашего сюжета. Кованые композиции когда-то были задумкой талантливых авторов, а теперь живут своей жизнью. И любой прохожий скажет много добрых слов в адрес их создателей. И город прекрасный стал, а улица вообще шикарная. Я 30 с лишним лет проработала дворником. Я радуюсь, даже нам памятник сделан. Конечно, это привлекает и туристов, и самому очень приятно прогуливаться в свободное время и наблюдать красоту. Красиво все смотрится, гармонично, и есть всегда что посмотреть, и оно украшает наш город. И прогуляться по такой красивой улице всегда очень приятно. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макареевич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Далее о погоде. Партнер прогноза гомеопатический лекарственный препарат инфлюцид применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний. Инфлюцид содержит шесть активных компонентов для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний, верхних дыхательных путей и гриппа. Инфлюцид способствует быстрому выздоровлению, устранению общей слабости, снижению температуры тела, устранению насморка для взрослых и детей с одного года. У РЗ простуда грипп помогает инфлюцид. Я, Виталий Матюшин, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ. Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! ОРЗ простуда грипп помогает инфлюцид. ОРЗ простуда грипп помогает инфлюцид. Оригинальный лекарственный препарат из Германии, применяемый в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний. ОРЗ простуда грипп помогает инфлюцид.